Привет! Мы едем на киносеанс «Смешанные», это который Дрю Беремер и Адам Сэндлер. Какой это у них фильм уже совместный? Не второй точно, третий. Третий фильм. Мне очень понравился «51 поцелов». Ну, все его, наверное, смотрели. Короче, едем, посмотрим, и я расскажу вам, стоит ходить или не стоит. Так мы не посмотрели «Малефисенту». Ну ладно, потом дождемся, когда на «Рутрекере» будет нормальное качество. Бонусы всем подписчикам при покупке в самом дружелюбном магазине гаджетов маков.нет Кстати, в городе Москва любят такую тему – положить асфальт. Сейчас уже два месяца прошло, стал момент, как его положили, а разметку буду делать, наверное, перед зимой. Вот так постоянно происходит. Еще будет одна очень большая задача – посмотреть трансформеров. Они с 26-го. С 22-го они уже идут. Ну, я только что видел рекламу, то что я. Ну, может, везде написано, что с 22-го. 22-го. Сегодня у нас 24-е. Че себе. А, через два дня в 2D будет показывать. Сейчас в 3D их пока где-то, может, там, каким-то суперским правам показывают. Обязательно пойдем. Сейчас не право там. Потому что охрененный трейлер. Охрененный. А у нас тут почти достроили развязку. На МКАД сейчас все большие магистрали делают такие бесконтактные. То есть ты, конечно, только едешь, и не надо будет стоять в таком вот, как раньше, лепесток такой, флауэр. Каждый друг другу мешает. Теперь едешь, например, из города и сразу попадаешь на внешнюю сторону МКАД, не пересекаясь ни с кем. Круто. Приехали в кино и записываемся на парковке. Давно что-то этого не делали. Ладно, пойдем покупать билетики в кино. Народу еще так мало. Хорошо. Кстати, как думаете, новый фильм «Лок», который с Томом Хардиан, прикольно будет? Том Хардиан, который вначале играл, и в Бэтмене этого, Клейна такого. А вначале он играл чувака, который имитатор. Он был имитатором. Ванс. Ванс. Поедем кататься. Нью-Йорк, Нью-Йорк. Мега Белодача. Называется Нью-Йорк. О, кстати, вот это хочу посмотреть. Там этот Адам Ливайн из Марвен Файф играет. И кто такой еще? Вот это. Село Грин. Такого я не знаю. Марвен Файф. 320 рублей. 160 рублей билетик стоит. Вот это нормальная цена. А вечером приходишь, получается по 400 рублей с каждого. Дорого как-то. Ой, даже овечка. Третий лишний. А, Тедди. Тедди. Я помню. Прикольный фильм. Как он? Тедд назывался? Да, Тедд. Да. Здесь можно стоять часами, наблюдать. Привет, звери. Кого берем к тюбику? Вот это прикольно. Да. Прикольная собака. Собачки супер. Но тюбик все-таки намного лучше. И он наша единственная собака. Единственная. У меня еще есть рыбка. Может извести черепаху большую. Будет по квартире ползать. Да не, я шучу. Ай, Макс. Ладно, все, идем на фильм. Через 10 минут начало. Начинаем. Поехали. Итак, посмотрели мы смешанное или смеш... смешанное? Смешанное. Я бы не советовал идти. Потому что два часа времени Илюха можно сказать проспал. По своей личной оценке из 10 баллов максимум я могу дать один этого фильма. Вот, мне правильно сказали. Фильм не вау, но добрый. Адам и Брю уже нитя. Брю смешанное. Фильм очень не вау. Потому что все последние что-то с Адам Сэндлером и того. Не очень. Последний клевый был клик с пультом пожитнее. А сейчас что-то такая фигня. Когда трансформеры. А фильме больше всего понравилась русская озвучка. Именно вот русская озвучка. Офигенно подобрали все. Сейчас пойдем в Обе купимся семена чтобы на балконе выращивать растения. Ну, там всякий салат что-нибудь такое попробуем. В том году мы его пытались у нас ни хрена не получилось. О, мега. Кстати телеки у Сони прикольные новые вышли. Нужно будет поменять. или где-нибудь выиграть его. То есть надо найти какие-нибудь конкурсы в интернете. Во накупили себе немножко семян будем дома выращивать. Ахаха. И грунта специального. Да, я понял. Мы в том году посадили и в итоге выкинули мы это все после зимы. Мы перед зимой это забросили и у нас там так все стояло и стояло. Надеюсь в этот раз у нас так не получится. О, надо себе вот такой вот купить. Буду таким же. Модником. Приехали сейчас перекусим а потом будем уже с цветами разбираться дальше. Ну не с цветами а с нашими растениями будущими. Вот. Так как мы занимаемся да, я знаю всю вашу критику вы постоянно говорите что Илюха ты алкоголик ты жрешь все подряд. Нет. Вот это можно себе позволить. хотя ну да это химия но лайт все таки ноль калорий нет сахара и крылышки острые. Те кто любят киевси меня поймут острые крылышки это просто нечто. Так что сейчас покушаем и займемся уже делами. А это кстати вот все про что нужно будет делать видео. Точнее это не все это малая часть того но у меня как всегда такая выставка чудес тут оказывается я отсюда беру и понемножку делаю обзоры. Итак готов заняться растениями нашими. Вот хочу на балконе что-нибудь высадить и чтобы это все получилось будем собирать гидропонную установку. да нет конечно шучу можно было бы замутить я в интернете посмотрел нормально у нас народ в России гидропоникой занимается выращивает растения но нормальные растения это такая штука ладно не буду объяснять забейте просто гидропоника и все вам покажет так что нам потребуется у нас в принципе есть столько еще старые горшочки но купили новые такие пластмассовые еще есть большие горшочки что я хочу вырастить лук так это не это один шнит будет ольга выращивать петрушка и мята конечно вот эти три пока для начала высажу и буду за ними ухаживать это будет сложно а высаживать то будем в такой просто обычный грунт но это универсальный потому что есть для цветов есть для овощей вот это универсальный он видит и туда и сюда а теперь осталось найти старые горшки точнее побольше чтобы это все высадить в домодедово делают ну представьте вот такая вот сейчас упаковочка стоит 6 рублей вырастет и можно будет всю упаковочку продать рублей за 100 наверное весь урожай я не знаю вообще тут много будет немного но ладно если у меня все получится то мы все увидим о что нашел старые горшочки видите они не такие уж большие это такой вот подоконный вариант правда здесь блин он глубокий надо засыпать вот столько но мне это не нравится то уж наверное в эту высадить потому что слишком много грунта потребуется ну ладно поехали ну что в принципе основа у нас практически готова так вот повыше все это насыпал потому что на счетом того когда сейчас все это посажу только я еще не решал наверное лук здесь буду сажать вот после полива здесь смотрите камушки какие-то есть ладно камушек закопаем после полива земля оседает потом придется еще немножко сюда добавить ну вот такая вот штука получилась что начинаем засаживаться так а лук-то мы будем сажать смотрите как у меня есть такая вот палочка старая типа карандаша и нужно с промежутком сажать то есть получается где-то у нас одна будет здесь можно будет вторую и вот так три наверное в ряд вообще если на даче то сажают с промежутком в 20 сантиметров но у нас не так много места и поэтому наверное у меня вот так вот сантиметра по три будет но затрю три ряда сделаю короче Илюха настоящий фермер ее а вот гидропонику на зиму замутить круто будет это делается пресс-съемка из труб вот внутри вода она циркулирует она нагревается и тем самым растения растут просто офигенно ну типа такой джунгли получается вот как я это понимаю вообще удивительно да как вот с такого может это вырасти похоже на уголь какой-то ну ладно вот сажаю по две в каждую лунку с расчетом на то что если одну посажу не прорастет а две точно что-нибудь прорастет так здесь у меня будет расти лук прям под этими под велосипедами вот а сейчас настало время для этого веселого пакетика это мята мята ну вы могли подумать что это что-то другое но это на самом деле мята я ее достал вот отсюда да такие вот листики видите мята я понимаю ваши пошлые мысли еще каких-то запрещенных растений нет настоящая мята а я все продолжаю свои эксперименты теперь сажаю петрушку петрушку будешь сажать да вот в эту не до конца ее заполнил и в две линии главное тоже не переусердствовать чтобы не было много ее здесь то что в прошлый раз она вырезала вся и короче так вся вместе в братской могиле то и умерла ну а теперь надо потихонечку так два ряда посадить вот и главное ждать когда вырастет и не забывать поливать а вот так вот выглядит петрушка в самом ее начале ну что засыпаем а теперь время немножко полить наш урожай после этого засыпем и еще раз все прольем и что так вот ребят видите у Илюхи все сложно сегодня одно завтра другое после завтра еще третий привез в голову ну и что такова жизнь всегда какие-то интересные должны находиться закапываем вот и для того чтобы все это дело поливать я наверное буду использовать обычную бутылку потому что мы сегодня такую мини леечку не нашли и в ней сделаю ну там пять наверное проколов и как типа маленькая лейка будет так будет безопаснее гвоздя дома нету поэтому буду использовать ну такую маленькую отверточку что осталось только чем-нибудь ударить ударить лбом лбом давай шутка вам получилось немножко больше дырочек всегда кока-кола лайт ну что попробуем ну вот смотрите такая вот леечка у меня небольшая получилась круто ладно пока все прольем чтобы полностью все пролить ну что оставляю значит мята здесь у нас петрушка а здесь у нас лук если мне память не изменяет да оставляю здесь и посмотрим через несколько выпусков ну наверное недельки через две покажу что получилось потому что некоторые растения должны уже будут полезть вот так прошло у нас две недели вот что у нас получилось уже мандарины растут я шучу это нам друзья подарили если помните мандариновое дерево вот собираюсь сейчас отсюда немножко отсыпать земли и присыпать новую сверху вот мандаринки растут еще когда будет следующая фаза цветения да хрен его знает непонятно ну наверное нужно будет более лучше горшок ее пересадить ну посмотрим сейчас пока досыплю все что ребят готовы про что я вам говорил что в одних вложках я показываю просто любой комментарий перехожу на него и смотрим что у этого человека на канале творится ведет он свой видеоблог не ведет если ведет то замечательно бесплатная реклама все дело бесплатно итак давайте смотрим самые последние вложки были у нас 20 а 24 июня их выложил ага неудачная поездка называется давайте переходим в пока здесь не очень много комментариев конечно 181 но все равно кто успел тот успел мы их формируем не по популярности а мы их формируем по времени чтобы было все честно вот и ну к примеру давайте так раз два и вот смотри лайк как и всегда к примеру вот Делта давайте выбираем его канал переходим 21 подписчик у него есть даже баннер канала и есть смотрите трейлер канала могу предсказать что этот человек занимается ну летсплеями так как так читайте писание понял давайте перейдем на страницу видео посмотрим добавленные смотрите ну видео добавлено примерно штучек 30 значит есть обзоры на всякие вещи краш-тест день рождения ну все начинают с таких блоков я если помните у меня тоже первые видео были вообще не айс в мегу я вошел классно да видеоблог начал вот здесь непонятные видео скорее всего это конечно сам блогер я так могу сказать ну в общем канал есть куда развиваться начинается лспфчо нормально вот дельта а как зовут человека ну не знаю на google plus можем перейти ну вот как-то так о себе ну вот не могу сказать мужской пол ну это понятно ну ладно ребят как-то вот так вот получилось спасибо что смотришь комментируешь вы тоже не отставайте так в следующем видеоблоге чей нибудь канал покажу вот так кстати у меня тут новое название моей мотивации написал кто английский знает тот понимает кто не очень так вкратце что успех это просто стечение обстоятельств удачи например спросите любого типа неудачника типа того вот так же как всегда Таиланд уголок надо приклеить потому что у меня вот этот уголок полностью отклеился и он там вот пришлось на двухсторонний скотч лепить вот и наверх да только наверх идем а еще знаете какая у меня прикольная штука есть ольга с презентации притащила короче я такую тему слышал что в журналах там видеореклама помните да была такая тема как в Гарри Поттере получается вот есть такой вот бенефит компания здесь лежала тушь и тут смотреть тут дисплей получается он со звуком можно это все раскурочить доставить от дисплея там аккумулятор заряжается через мини-USB и также закидываются файлы туда тоже через мини-USB хотя насчет закидывания файлов могу и ошибаться возможно там карта памяти но получается есть дисплей есть зарядка как вы думаете что с этим можно придумать у меня пока вот мысли нету куда чего прибомбить включается получается как-то на магнитиках ну тема безусловно прикольная да какой-нибудь его не в машину что-нибудь туда закачать не знаю пишите свои вообще предложения в комментариях как это можно использовать ваша идея о знакомая тема видео people зверевые Nokia а это мы когда ходили на google дом но я бынчики только начинаю собирать меня мало кого приглашают май у нас еще май висит ну ладно сейчас как бы уже июнь вот так уже в Москве какой день солнце-солнце 20 минут дождь потом опять солнце в Таиланде такая погода обычно сезон дождей когда ты вроде едешь тучи налетают прям такой ливень а потом опять солнышко и солнечный Таиланд вот ничего скоро я вам уже говорил что следующая поездка будет в Таиланд только вот пока неизвестно когда так прикольно походить после дождя по мокрым дорогам но приятнее ездить на машине а я вот все думаю покупать Watch Dogs или нет как смотрящих псов покупать не покупать тоже диск точно не хочу электронную версию на PlayStation 3 стоит она того или не стоит или четвертую PlayStation дождаться когда она появится у нас не знаю ребят посоветуйте если кто играл напишите об этом может я все таки решусь и куплю ее себе две шестьсот стоит иногда случаются подставы и даже такие время тренировок настало вперед разминка позади сегодня делаю Cardio Circuit самая первая из инсенити еще 40 минут погнали пока растяжка пошла кстати до сих пор использую эти белые кроссовки Nike для домашнего использования для тренировок ну представим мне подходит удачно так закупился пока растяжка у нас ну вот небольшую тренировку сделал он сегодня молодец ну стараюсь где-то 5 раз в неделю точно заниматься инсенити чтобы поддерживать свой жирок в форме вот ладно сейчас разминка заканчивается и прямиком в душ время для футболки ютюба наконец-то ее надел у меня такая старенькая сейчас я буду смотреть вместе с Улькой Италия Уругвай будем болеть за Италию конечно но в этом чемпионате мира так что-то повелось что вся Европа едет домой к себе если Италия сейчас проиграет они поедут домой а Уругвай останется да Англия едет домой уже из этой группы что творится непонятно кстати за кого вы болеете на чемпионате мира напишите об этом в комментариях за кого я сейчас болею уже не за кого либо за Россию болел либо за Испанию Испания едет домой Россия ну уже процентов наверное 80 что тоже едет домой жалко у меня итальянского флага нету я бы поболел но там конечно опять везде Уругвай сидит вообще Южная Америка конечно всех делает я вот помню в сборной Италии Жан-Луиджи по-моему буфон возможно имя я его неправильно произнес ну буфончик это вообще сила короче ребят спасибо что сегодня были со мной комментируйте ставьте лайки плюсики или как они там еще называются все давайте пока с плеча так тшшш спасибо